Здравствуйте! Когда мы живем в этом мире, у нас появляются маленькие и большие проблемы. Но знаете, что очень важно в этих проблемах? Есть проблемы, которые напрямую связаны с нашей жизнью, а есть проблемы, которые кажутся, что не так сильно влияют на нас. Библия говорит нам очень важные вещи. Если вы будете знать Библию, то ваша жизнь полностью изменится. Позвольте, я вам поясню. Иисус пришел, чтобы спасти нас от греха. И есть многие вещи, которые говорит Иисус, но мы не понимаем, как такое может быть. Что, например, в Библии написано следующее. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся брата своего напрасно подлежит суду. А кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гене огненной. Вот убийство – это грех. Но оно начинается с гнева. Поэтому Иисус говорит, что гневаться тоже является убийством. Прелюбодиание – это грех. Но если мы с вожделением смотрели на женщин, но я не прелюбодействовал, тогда по закону этого мира мы считаем, что это не прелюбодиание. Но Иисус говорит, что вожделение – это уже есть прелюбодиание. Нам кажется, Иисус такой строгий, он даже жестче, чем закон. Но почему же он сказал подобные вещи? Если мы посмотрим Библию еще раз, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус пришел не для того, чтобы нарушить закон, но исполнить. Если мы смотрим только на одно место в Библии, тогда мы можем попасть в заблуждение. Знаете, что важно? Мы должны точно знать, по какой цели был дан закон. Бог сказал, что если вы исполните законы, получите благословение. Если же нарушите, получите проклятие. Давайте прочитаем несколько стихов из посланий к Римлянам 3 главы. Откройте послание к Римлянам 3 главу. Девятнадцатый стих. Но мы знаем, что закон, если их что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Давайте прочитаем теперь вместе двадцатый стих. Давайте я скажу. Три-четыре. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот здесь есть очень важные слова. Написано, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Цель, по которой Бог дал нам закон. Что мы должны узнать из Библии? Центром шестидесяти книг Библии является Иисус. В Бытии написано, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидетельна, пустая. И тима над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это также символизирует Иисуса Христа. Центром Библии является Иисус Христос. И этот Иисус спасает нас от греха. Кто должен прийти к Иисусу? Согрешивший человек, чтобы освободиться от греха, приходит к Иисусу. И самое великое дело, которое совершил Иисус, это то, что Он спас нас от греха. Иисус спасает нас от греха. Вот, допустим, вы бронируете авиабилет. Например, для чего вы бронируете? Чтобы сесть в самолет. Если вы не приобретете билет, вы не сможете сесть в самолет. Иногда говорят, есть такие случаи, когда дают свободное место. Но в самолет же обязательно берут билеты. Вот такой-то самолет с такого-то места в такой-то полетит, и столько есть мест. Кто-то покупает билет за полгода, кто-то за три месяца. Там, за пятнадцать дней, за неделю хотя бы. Для чего они покупают? Чтобы сесть в самолет. Покупают билет и с этим билетом садятся в самолет. Что же мы должны сделать, чтобы прийти к Иисусу? Иисус пришел для того, чтобы освободить нас от греха. И поэтому мы должны стать грешниками, чтобы прийти к Иисусу. Но проблема в том, что даже если мы грешник, если мы не познаем, что мы грешники, если мы не узнаем, что мы страшные грешники, мы не сможем прийти к Иисусу. Нужно прийти к Иисусу и положить прощение грехов. Но люди не понимают, согрешают, что они грешники. И также они не думают о том, что они могут погибнуть. Они говорят, разве я только грешу? Да ведь все грешат, поэтому какая разница? И многие люди несерьезно относятся к греху. Если грешник придет к Иисусу, он может получить прощение грехов. Но даже если будучи грешником, он не осознает, что он грешник, он не придет к Иисусу. Поэтому по какой цели же Бог дал закон людям? Чтобы законам показать, что ты грешник. Что ты должен погибнуть. Что должен получить проклятие. Тогда что нам делать, Господи? Пойди к Иисусу. Потому что он очищает твой грех. Если ты получишь прощение грехов через Иисуса, ты не погибнешь. Вся Библия нам свидетельствует именно об этом. Даже если я совершил добро, у меня не получается. Даже если я сделал много добра, но делами добра мы не можем очистить наш грех. Тот, который может спасти нас от греха, это один Иисус. Иисус пришел, чтобы освободить нас от греха. Но большинство людей они не хотят получить прощение грехов через Иисуса. Они верят, что исполняя закон, они смогут получить прощение грехов. Один студент задает экзамен. Минимум, допустим, нужно набрать 80 баллов. А если этот студент набрал 79 баллов, он не прошел экзамен. Он, значит, провалял экзамен. Тогда нужно еще год учиться, чтобы поступить в университет снова. Нужно ориентироваться на стандарт. А по стандарту небесного царства, если у нас есть хоть один грех, мы должны погибнуть. А некоторые люди думают так. И у меня тоже то самое было раньше. Мы идем воровать дыню. Мы с друзьями ночью идем. Тогда мои друзья, они все растаптывают. Почему? Они говорили, но все равно, что ничего не видно. А я же осторожно переходил, чтобы ничего не растоптать. Потому что я верил в Иисуса. Хотя я ворую. Я считал, что я неплохой вор. Мои друзья, они кусают дыню, если невкусно, выбрасывают. А я же, прежде чем снять плод, я нюхаю запах. И потом снимаю только ровно 2 дыни и ухожу. Хотя мы вместе идем воровать. Друзья, они пробуют невкусно, выбрасывают. А я же только ровно 2 дыни ворую. Какой я хороший вор. Потом, если растотать саморастение, тогда хозяин получает большой вред. А я же верю в Иисуса, поэтому я считал себя хорошим вором. Я говорил про себя. Я не такой, как вы. Я хотя ворую, но не причиняю вреда. Вы что, попало срывать? А я принимаю плод только хорошим. И поэтому всегда я считал себя добрым. Хотя ворой я говорил себе, я не такой плохой вор. Но разве это признается как добро? Да, относительно других людей, я очень хороший. Но это одинаковое воровство. Люди стараются стать чуть-чуть добрее. Что вор, который все растоптал и сорвал много плодов? И что вор, который ничего не растоптал и сорвал только 2 дыни? Вот так вот я своровал. Но в глазах хозяина, даже если я чуть-чуть вреда только причинил, мои друзья не причинили намного больше вреда. Ну разве мое дело не признается как воровство? Я всегда думал, я не такой плохой вор, как вы. Я ворую только дыни, но ничего не растаптываю. А друзья говорят, да какая разница, ты все равно своровал. Хозяин поймает, а я скажу, я не такой плохой вор, я сорвал только один плод. Тогда хозяин скажет, ой, ты хороший парень. Он скажет, а ты что же вор, какая разница, что ты сделал? Да, мы нарушили закон. Потом, если мы будем стараться исполнить закон, разве то, что я уже нарушил прощаться? Нет. Люди, которые нарушили закон, пытаются исполнить заповеди, жить по совести. Все эти люди, дети погибели. Но проблема в том, что при жизни Иисуса многие законники, они притворяются, что хорошо исполняют заповеди. Понимаете это? Притворяются, что все хорошо исполняют. Они же ведь все делают хорошо. Иисус приходит и говорит, что мне надо сделать, чтобы наследить жизнь вечную? Я же хорошо исполнил закон, говорит законник. Разве он не грешил? Он тоже согрешил. Человек согрешивший, неважно, он исполняет закон или нет, все равно должен попасть в погибель. Истинная причина, по которой был дан закон, мы согрешили. И есть только один способ очистить наш грех. Это получить наказание. Иисус получил вместо нас наказание. И кроме крови Иисуса Христа ничего не может спасти нас. Но люди так глупо, знаете, что говорят? Хотя я нарушил закон, хотя я своровал, хотя я обманывал, но если я буду исполнять закон, то как весы будут перед глазами Бога, человек, который много согрешил, вот сюда поднимается, а кто сделал добра, вот сюда поднимается. И поэтому я смог попасть в рай. Но это не так. Если хотя бы один закон будет нарушен, своровали, может, или обманывали, или в душе прерыводействовали, возьмитесь за грех смерть. И через закон мы должны смотреть на Иисуса Христа. Но, к сожалению, они старались только исполнить закон. И поэтому, что говорит имя Иисус? Вы слышали, что сказано на древний, не убивай. И что говорит Иисус? Я вам говорю, что всякий гнивающийся уже убил. Вы слышали, не прерыводействуй. Но кто уже с вожделением посмотрел, уже прерыводействовал. Другими словами, вы грешники. Вы грешники. Даже если мы посмотрим в вожделение, это уже прерыводействие. А кто будет гниваться, это уже есть убийство. То есть в глазах Иисуса это одинаковые грешники. Тогда что же нам надо сделать? Если я в будущем буду исполнять закон, смогу ли я освободиться от соделанного? Нет. Это не так. Иными словами, я сдаю экзамен, и надо минимум набрать 80 баллов. И даже если вы наберете 20 баллов, вы не сможете пройти экзамен. И даже если вы наберете 79, то уже не пройдете экзамен. человек, который набрал 79 баллов, говорит, но у меня не хватило всего лишь одного балла. Но все равно он не сдал экзамен. Верно? Потому что он не набрал минимальный балл. Неважно сколько баллов набрали, если меньше минимального, вы не прошли. Также у Господа Бога есть минимум. Этот стандарт говорит, что если человек совсем не грешил, он попадет в Царство Небесное. Что 0 баллов набрали, что 79, все равно не прошли экзамен, если минимум нужно набрать 80 баллов. В ад идем не потому, что мы согрешили, убили кого-то. Даже за маленький грех мы должны идти в ад. Но проблема заключается в том, допустим, надо набрать 80 баллов. Человек, который набрал 10-20 баллов, он говорит, ой, я не смог сдать. Набравший 79 баллов, он говорит, мне не хватило одного балла. Но все равно его тоже не взялись муд. А он говорит, я не такой, как те, которые набрали 10 баллов. Нет. Они одинаковые, они все равно идут в ад. Из-за того, что не хватает одного балла. Тот, который совершил много греха, и кто совершил мало греха, оба должны положить проклятие. И даже если мы делаем доброе, это не значит, что мы идем в Царство Небесное. Иисус Христос пришел для того, чтобы избавить нас от греха. И, начиная от бытия, рассказывается об Иисусе Христе людям, которые согрешили. А в книге Исаии написано немножко поподробнее об этом. Исаия пророчествовал об Иисусе. И что написано в 53 главе. Он изъяснен был за грехи наши, и мучил за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Есть два способа. Первым, мы нарушили закон. Мы нарушили закон, поэтому стали грешниками. И первый человек говорит, ой, я согрешил, я сделал ошибку. Если я буду теперь делать доброе, дело исполнять закон, смогу ли я стать праведным? Нет. Мы не станем праведным. Есть только один Иисус Христос. Я исполнил все заповеди. Я должен теперь будущим хорошо исполнять, потому что нарушил один закон. Даже если мы имеем один маленький грех, по стандарту Бога, мы не сможем пройти в Царство Небесное. Но что говорит Иисус? Поскольку Он пришел за грех человека. Поскольку люди нарушили закон. И невозможны законам получить прощение грехов. Поэтому приходим к Иисусу. И кровью Иисуса Христа мы должны получить прощение грехов. Но люди глупо считают, что если мы будем делать добрые дела, попадем в Царство Небесное. Поэтому Иисус немного жестче говорит им. Верно? Вы слышали сказанное, не убивай. А я говорю вам, что всякий гнев исчезнет на брата уже совершил убийство. Вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй. А я вам говорю, кто с вашей линии посмотрим на женщину, уже прелюбодействовал? Что же нам говорит Библия? Библия говорит о том, что мы все уже согрешили. Поскольку мы грешники. Как бы нехорошо исполнялись заповеди. Мы все равно останемся грешниками. Оно не сможет очистить нас. И чтобы очистить наш грех, Иисус должен получить наказание на кресте. И Господь Бог в книге Библии говорит о том, что Иисус придет, чтобы очистить наш грех. Но, к сожалению, когда Иисус пришел на землю, они должны были прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Но люди считают, что если я буду исполнять хорошо закон, тогда стану праведным. Они неверно размышляли. Поэтому что говорит Иисус? Вы слышали, что сказано, не убивай. А всякий, гневающийся на брата, уже совершил убийство. Это не значит, что надо любить, а не гневаться. А это значит, что вы уже нарушили закон. Поэтому должны получить проклятие. Но Бог послал меня, чтобы спасти вас. Поэтому в моей крови вы должны получить прощение грехов. С такой целью была написана Евангелие от Матфея, 5 глава. Я с вожжением смотрел, это что, уже прерыводиане? У меня был гнев, все, я больше не должен гневаться, я должен любить. Не ведь об этом говорит Иисус. Иисус говорит, что если вы уже согрешили, то кроме крови Иисуса Христа ничего не может спасти тебя. Поэтому надо прийти к Иисусу. Даже если ты сделаешь добрые дела, даже если ты будешь честным, человек, который уже согрешил, законом не может получить прощение грехов. Когда Иисус пришел на землю, все люди были на земле грешниками. Иисус пришел, чтобы своей крови спасти нас. Он умрет на кресте. Но никто даже не пытался получить прощение грехов через Иисуса. Они думали, что если они сделают добро, если они исполняют заповеди, если они что-то сделают, если они будут честными перед Богом, они думали, что их грех может быть уменьшится. Но это не так ведь. Знаете, я увидел, что чем взрослее я становлюсь, я совершаю больше грехов. Я точно увидел, что я скверный, грязный человек. Я увидел, что хотя я хожу в церковь, но с возраста меня начинают больше воровать с друзьями. Но я думал, может, если я сделаю доброе, может, меня простят. Если я буду честным, может, простят меня. Может, если я буду больше молиться, если я буду исповедать грехи свои. Я думал, что Бог тогда просит мои грехи. Но это был обман сатаны. Куда же Бог ведет нас? Поскольку мы должны погибнуть из-за греха. Бог показывает, что только Иисус Христос может спасти нас от греха. Чтобы мы смотрели на Иисуса Христа, Бог нам сказал это слово. Но сегодня многие люди обманываются. Раньше на вокзале в Сеуле был грузчик. И там есть район Малидон. И там очень высокий холм. И там была женщина, которая продавала вещи. И она всегда выбирает только троих, с которыми она уже давно работает. Да, выходит на вокзале и берет одного грузчика и поднимается на вершины холма. И она идет впереди, говорит. И всегда говорит об одном и том же. Скажите, почему вы стали грузчиком? Она проверяет его. Да как-то естественным образом стало, говорит он. А она говорит, нет, вы меня не обманете. Вы должны были стать депутатом. Или профессором университета, или депутатом вы могли стать, мне кажется. Но почему же вы ходите с телегой? И хочет узнать прошлое этого человека? Да нет, я грузчик, вы что? Нет, вы не сможете меня провести. По-моему, видно, что вы депутат или вы профессор университета. Знаете, тех, которые работали грузчиком, очень сильно презирали раньше. А эта женщина смотрит на них, как на профессоров или депутатов бывших. Она говорит, да нет, вы что? О чем вы говорите? А она говорит, нет, вы меня не обманете. Я умею разбираться в людях. Если же нет, тогда вы в будущем обязательно станете депутатом или профессором университета. Ничего страшного. Впервые в жизни. Грузчик, он даже не знает буквы. Ему приятно, что так к нему относятся. Он говорит, да нет, вы что? О чем вы говорите? Вы меня не обманете. Я умею разбираться в людях. Ау, ничего себе, я так хорошо выгляжу, что ли? Знаете, поднимается на вершину холма и ему совсем не тяжело. Потом останавливается. Спрашивает, сколько вам заплатить? Нужно заплатить где-то 500 вонов. Она говорит, ой, я забыла, что я уже использовала все деньги. У меня есть только 200 вон, что мне сделать? Этот грузчик, он всю жизнь работал грузчиком в вокзале Сеула. Но настроение настолько хорошее у него. И поэтому говорит, ничего страшного. Все хорошо. Все хорошо. И таким способом она всегда использовала новых грузчиков. И когда нужно было платить 500 вон, она платила 200 или 300 вон. Но грузчик получает 200 или 300 вон, хотя должен был 500 вон получить, ему все равно радостно. А я человек, который должен был стать депутатом. Оказывается, в глазах других людей я неплохой человек. И так они обманываются. ой, я не человек, который должен стать депутатом. Я всего лишь грузчик. Ничего не надо говорить лишнего. Заплатите, сколько вы должны. Я буду ждать, пока вы не заплатите. Найдите хоть что-нибудь. Или я заберу ваши некоторые вещи. Вот так не могут сказать. Потому что в душе они стали уже депутатами или профессорами. люди очень хитрые и в то же время глупые. Те, которые согрешили. Даже если будем исполнять закон, мы не сможем стать праведными. Ну, например, я говорю, я набрал 79 баллов и не смог сдать экзамен. Конечно, я не смог сдать экзамен, но я не такой, как он. Если я постараюсь, я смогу поступить. И с такими ожиданиями ведут свою жизнь. и если, например, не сдать экзамен, люди говорят, что вот, мне не хватило всего лишь одного балла. Да, этот человек может так сказать, но по факту он не смог сдать экзамен. Он не смог пройти экзамен. когда мы уже согрешили, неважно, вот такой грех совершили или другой, все равно мы грешники должны погибнуть. Бог не сказал, вот такой грех я прощу, а такой грех я не прощу. Но люди думают о себе. Я всегда думал, я верю в Иисуса, поэтому я думал, что хотя я ворую, я хороший. Я не так грубо ворую. Я не такой, как вы. Вы же много растоптали. А я же переступал осторожно. И так же не все срываю. Срываю только два плода. А вы все срываете. Я считал, что я добрый, потому что верю в Иисуса. Потому что я не так грубо воровал, как они. Но хозяин разве скажет, хорошо, тогда ты постоянно приходи ко мне. Да нет, я тоже его в глазах вор. Что тот, который исполнял закон и тот, который не исполнял закон. Что говорит Кремленам 3 глава? Закон был дан, чтобы умножился наш грех. Чтобы законом познавали свой грех. Здесь написано, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Почему же, прежде чем пришел Иисус, пришел закон? Иисус пришел, чтобы спасти нас от греха. Но человеку, у которого нет греха, ему не нужно приходить к Иисусу. Грешник приходит к Иисусу и становится праведным. И когда я узнаю, что я грешник, я должен прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Но в то время, что законники, что фарисеи оставили Иисуса? Почему? Разве они не грешили? Они тоже согрешили. Но они думали иначе. Да, я согрешил, но я не такой, как мытарь. Я не такой, как те люди. Конечно, я согрешил, но я добрее их. Я не совершал грехов много. Я не такой глупый грешник. У каждого был свой стандарт греха. И они считали, что они не такие злые грешники. И поэтому не могли прийти к Иисусу и стараются исполнять заповеди. Но что говорит нам Библия? Когда мы познали свой грех, мы должны прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Если я не познаю свой грех, то никаким способом я не могу получить прощение грехов. Только крест Иисуса Христа может спасти нас. Мы должны прийти к Кресту Иисуса. Его кровь пролита за нас, поэтому мы должны прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Иисус пришел на землю. Мы все были грешниками. Мы должны на коленях прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Если мы говорим, что исполняя закон мы сможем стать добрыми, тогда получится Иисус Христос зря умер на кресте. И вот такую духовную жизнь люди ведут сегодня. Люди думают, что они добрые, хорошие люди. Но в глазах Господа Бога мы грязные грешники. Незакон мы должны исполнить. мы уже нарушили закон. Как бы мы не исполняли закон, никакие наши дела не могут очистить наши грехи. Поэтому мы должны прийти к Иисусу, признав, что мы грешники. И кровью Иисуса Христа не я должен очистить свой грех. Написано «Получи прощение грехов». Что это значит? Поскольку грехи уже омыты, надо принять прощение грехов. А, Иисус очистил все мои грехи. Надо принять прощение грехов. Надо принять то, что Иисус очистил наши грехи. Господь, я грешник, прости меня. Это так отличается от Писания. Иисус пришел, чтобы очистить наши грехи. Бог говорит, прими прощение грехов. Надо принять прощение грехов. Твои грехи уже омыты. На кресте кровью омыты твои грехи. Ты прощен. Все, ты омыт уже. Так просто ведь. Аминь. но люди дальше продолжают просить, чтобы Бог просил грехи. Постятся, молятся всю ночь, каются, исповедуются, плачут. Они не верят в прощение грехов. Остаются всегда грешниками. Сегодня, в этот момент, хотя бы ненадолго, представьте, что вы Иисус, стали Иисуса. Допустим, вы умерли на кресте за какого-то убитого человека и просили его все грехи. Большим страданием умирали на кресте, чтобы спасти какого-то человека. И хотя больно, вы терпели все страдания и умерли на кресте. И через три дня вы воскресли. А люди говорят, ой, Господь, ты простил все наши грехи на кресте. Спасибо. Вот так вы думали, будут реагировать люди. Но ни один человек не радовался за то, что вы умерли на кресте. Сотна искусил. И хотя я нарушил закон, но если я буду делать добрые дела, многие люди верят, что исполняя закон смогут получить прощение грехов. Поэтому что говорит нам Иисус? Вы уже нарушили закон. Даже если будете исполнять, это не значит, что вы получите прощение грехов. Вы слышали, что сказано «не прерубь действуй». Но кто с вожженением посмотрит, уже прерубь действовал, уже стали грешниками. Исполняя закон, вы не сможете стать праведными. Тогда что надо сделать? Надо стать перед Иисусом. Принять, что Иисус Христос очистил твои грехи. Надо принять прощение грехов. То есть надо иметь веру, что Иисус простил наши грехи. Но к сожалению, сегодня все христианство было обмануто, идет по неверному пути. О, я хорошо исполняю закон, как в законе говорил. Я постился, даю десятину. Я не такой, как тот грешник. этот законник был таким гордым. Хотя он согрешил, но не получил прощения грехов. Он говорит, я согрешил, но я не такой, как тот мытарь. Я не такой, как женщина, взятая в прерубодяне. Я не такой, как грешник на кресте. Да, я согрешил, это правда. Но я много молился. Что за чушь мы говорим? Но я также обманывался. Дорогие слушатели, Иисус Христос выступил перед людьми и сказал, что все мы уже нарушили закон. Кто гневается, это уже есть убийство. Походливое сердце, это уже есть грех. Если мы уже согрешили хотя бы раз в будущем, если мы не получим прощения грехов, мы сможем стать праведными. Мы нарушили закон. Поэтому должны мы стать перед крестом Иисуса Христа. Иисус пролил кровь на кресте. Так легко простить наши грехи, ведь. Но сегодня многие церкви думают, что если молиться, тогда можно получить прощение грехов. Не молитвой можем очистить грех. То, что может простить наши грехи? Лишь кровь Иисуса Христа. Надо прийти к Иисусу. Его кровью мы должны веровать, что наши грехи прощены. Верую должны принять. Сотнохитрым образом искусил нас. Ой, я не такой, как тот человек. Конечно, я немножко воровал, но я же не растетал растение. то есть относительно мы сравниваем себя и считаем, что мы лучше, чем другие. Но за такое сердце все мы должны погибнуть, что говорит нам Иисус. Допустим, вы не согрешили, допустим, вы не прелюбодействовали, но если у вас есть вожилие, это уже прелюбодеяние, если вы гневаетесь, то же самое, что вы совершили убийство. И даже если вы будете исполнять закон, это не значит, что вам простится все. Надо признать, что вы грешники. И верою принять, что крови Христа простила все ваши грехи, что она омыла вас. Вот что надо сделать. Если мы оберим эту истину, мы изменимся. я с детства ходил в церковь. Когда я ходил в церковь, это были голодные времена, поэтому я много воровал. Я часто страдал и мучился из-за греха. Я просил, чтобы Бог просил мои грехи. Я просил, чтобы Бог позволил мне не воровать. Но я видел, что вечером я снова ворою. Мы с друзьями ходили воровать и постоять совершал зло. И чем я дольше верил в Иисуса, у меня становилось больше греха. Как бы я ни старался не грешить, у меня не получалось. Но однажды то, что кровь Иисуса Христа очистил наши грехи, принять так просто ведь. Мы вести уже знаем. Но поскольку я не принимаю, что мои грехи уже омыты, в моем сердце я оставался грешником. То, чему я научился через Библию, было то, что делами я не смог очистить свой грех. Что лишь кровь Иисуса Христа может очистить нас. Кровь пролита на кресте уже была пролита за нас. И надо только верой принять это. Тут не так многое нужно сделать. Сегодня брат свидетельствовал. Вчера я передавал слово во время похорон и где-то 50 минут я рассказывал как мы получаем прошение грехов. И это было так удивительно. Надо принять это слово. Когда мы принимаем, что Иисус Христос на кресте очистил наши грехи, тогда вы больше не сможете сказать, что вы грешник. если вы говорите, что вы грешник, вы можете так сказать, когда не принимаете Евангелие Иисуса Христа. Неважно, какой грех вы совершили. Он совершенным образом очистил наши грехи. Один пастор мне сказал давным-давно такие слова. Он сказал, что когда грехи прощаются, мы забываем о них полностью. Если было бы так, было бы замечательно. Знаете, когда мы умираем, мы ведь ничего не помним. Что может мертвый вспомнить? Тогда у него грехи прощены? Даже если мы помним наши грехи. На кресте грехи были омыты. Вот во что мы веруем. Мы помним о своих грехах. До сих пор я помню о своих грехах. Помним, как мы обманывали. Помним, как мы согрешили. Память остается. Но кровь, прорытая на кресте, очистила эти грехи. Бог сказал, что мы прощены. Кремля нам в 3 главе написано. Получая оправдание даром, поблагодарить его искуплением во Христе Иисусе. Бог говорит, что мы оправданы. Если Бог говорит, что мы оправданы, разве это недостаточно? Что мы еще можем ожидать? Бог говорит, я не воспомяну. Я прошу беззакония их и грехов не воспомяну. Более говорит Господь. Аминь. Ой, однажды я спал, увидел свет. Не это является прощением грехов. Вдруг я вспомнил все мои грехи. Даже это не является прощением грехов. Ой, начали идти слезы. Это тоже не является прощением грехов. Только одно. кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. Вот что является прощением грехов. Не слезами мы можем очистить свой грех. В нашем сердце очень ясно. Библия говорит, что наши грехи были омыты его кровью. И когда мы в это веруем, этот человек больше не грешник. Его грехи уже омыты. И это есть духовная жизнь. Это есть спасение. Когда мы веруем в это, кровь Иисуса Христа очищается наши грехи. Верите ли вы в это? Верите ли? Скажите, вы верите? Пожалуйста, дайте ответ. Точно ли вы верите в это? Оно есть истинно. Я желаю, чтобы вы верили в это. Если подойти к огню, тогда горячо. Если оказаться холодненько, вы умрете. Веря неважно горячо или холодно. Ой, горячо значит спасение. Холодно, поэтому не спасение. Нет, это не так. Пускай будет тепло. пускай не будет у вас слез. Пускай не будут эмоции. Но кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. Он уже все совершил. Надо всего лишь поверить. А, Господь очистил мои грехи. Надо принять это. Чтобы вы все не сделали хорошо, если не верите, это значит не прощено. Надо верить, что кровь Иисуса Христа очистила наши грехи. Я не знаю многое, но он говорит, что не воспоминет мои грехи. Он сказал, что просит мои грехи. Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспоминал более. Это есть вера в Бога. Аминь. Аминь. Так легко Бог все но люди молятся, всю ночь пастятся, поднимаются на горы, чтобы молиться, срывают корни деревья, чтобы Бог просил грехи. Я много сказал, но не обязательно так все это делать. Даже если вам холодно будет. А, мои грехи уже омыты. Он просил мои грехи в невоспоминет. Он сказал, что не вас помьет. Он сказал, что простил. Я верю в Слово Бога. За что мне надо верить? Если вы понимаете, вы омыты, вы святы. Иисус Христос не очистил ваши грехи только частично. Верно? Так ведь? Когда вы умываетесь, раз вы умываете только нос? Или только глаза? Ведь полностью умываете лицо. Все грехи были омыты. Иисус просил все грехи. Первое. И грехи, которые вы помните, он уже очистил. И грехи, которые вы не помните, он тоже простил. И прошедшие грехи, и вчерашние грехи, и сегодняшние грехи. Все, что есть грех, он простил. Аминь. Тогда грех остается у нас. Мы верим, что все прощено. Дорогие слушатели, сатана очень хитрый. Многие пасторы закончили семинарию, но не знают о упрощении грехов. Не читают Библию и говорят, что надо исповедать грехи, чтобы очистить грех, что надо покаяться. Нет, грех омывается кровью Иисуса Христа. Аминь. Да, мы исповедуем, что кровью Иисуса Христа наши грехи омыты. Когда мы после исповеди веруем, тогда даже без исповеди мы можем получить прощение грехов. Если мы поверим, тогда мы само собой будем исповедовать о том, что кровью Иисуса Христа наши грехи омыты. И это важно. Аминь. сегодня многие церкви отдалились от Библии по этой причине. Они следуют за своими мыслями и верят, что у них есть грех. Не важно, что говорят наши мысли. Важно, что говорит Слово Бога. Аминь. По слову Библии. Мы верим, что кровь Иисуса Христа очистила наши грехи. Очень просто. Чтобы люди не попали в ад из-за этого, Иисус сто процентов сделал совершенным образом. И нам надо просто поверить, что наши грехи уже омыты. Тогда все получится. Иисус умирает на кресте. Он не оставил наших грехов. Совершенным образом все совершил. Как это удивительно. Аллилуйя. Славим в эту истину. Так все легко сделано. Но люди не верят в слово. Не верят в то, что уже прощено. Поэтому Иисус свидетельствует, что я до конца всем сердцем грехи. будем благовествовать этой Евангелии. Не будем говорить об Иисусе, который не смог очистить грех. Будем верить в Иисуса, который очистил грехи. Будем верить в Иисуса, который совершенным образом все сделал. Я благодарю Бога за это. Я счастлив, что могу передавать это слово. Нехорошо мы должны делать. Можно делать и плохо. Одно. Веруйте, что кровь Иисуса Христа очистила ваши грехи. Веруйте только в Слово Библии. А Бог сказал, я прошу беззакония их, грехов их уже не воспоминал более. Я славлю Бога. Спасибо за внимание. Редактор